Смотрите, сколько их здесь. Папа, мама и детки. Всем доброе утро. Мы на пробежке. Ух ты. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. И будем снимать новый влог. На мне очки показываю сразу, потому что просят показывать коллекцию, но иногда забываю, иногда вот показываю. Это Dior. Вот такие очки. Они очень удобные. Ни большие, ни маленькие, такой средний размер. Видите, форма такая квадратная. В общем, серьги Агата Пари. Очень люблю эту марку. Колье. Все это можно найти в моем бутике Винтаж Байт Светлана. Всем отличного дня. Хотела по-быстрому показать вам новинки, потому что много уже разобрали, но все равно покажу. Возможно, кто-то захочет что-то подобное. Я могу вам найти. Вот посмотрите, какая шикарная брошь. Просто невероятная. Это попугай. Но вот с такой эмалью это что-то с чем-то. Посмотрите, какая она большая. Стильная. Вот на самом деле, хоть и ругают меня за это слово, но стильная. Также парижанка все еще в наличии. Такая модница, если кому-то заинтересовала. Также меня просят находить вот такие, показываю, булавки. Они очень удобные для парео. Для... Ну, рукой мне неудобно держать. Сейчас я ее вот сюда пристрою. Для кардиганов таких вязаных. Очень удобно. Вот эта маленькая собачка с кристаллами Сваровски. С зеленым глазом. Тоже нашла свою хозяйку. У меня когда-то была вот такая шикарная хоризонтема. Посмотрите. Это хоризонтема брошь подвес. Ручную работу. Но она... Вот он, подвес. Была у меня в таком медовом цвете. А сейчас она, видите, какая эмаль тоже. Невероятная. В наличии есть вот такая брошь. Посмотрите. Я обожаю лошадей. И здесь вот эти вкрапления черной эмали смотрятся очень благородно. Есть также кристаллик. Красивая брошь. Уже показывала вам ее. Она нашла новую хозяйку. И вот такая голубка. Тоже невероятная. С кристаллами. Просто шикарная. В общем, мои хорошие, я приглашаю вас в бутик. Есть много клипс. У меня часто бывают различные распродажи. Так что заглядывайте. А, вот такие серьги камеи розовые. В общем, много. Вот такие тоже очень красивые. Такие молочные. Как будто карамель или песок. Кольца есть разные. Я вставлю фотографии. Брошь. Диор. Знаете, почему Диор любил пчелка? Пчел. У него в коллекции очень много брошек, пчел и так далее. Потому что он называл своих работников, тех, кто отшивают на своих фабриках, пчелками, которые трудятся. И он очень любил пчел. Вот. Так что заглядывайте. Буду рада вашей компании. И обязательно сейчас после рандеву покажу вам посуду новую. Закончила дела. Забежала за продуктами. Знаю, что некоторые любят такие обзоры. Быстро покажу. Здесь немного. Но жарко. У нас наступила жара прям. У вас уже там в России, знаю, в некоторых регионах была сильная жара. Теперь к нам пришло. И, конечно же, вот муж уже забрал мороженое. Это ореотки и печенье знаменитые во Франции. Оно в шоколаде мороженое. Вот. И нашла еще также мороженое без глютена. Классно. Что стали продавать. Сейчас я его уберу. Вот такое я уже пробовала. С кокосом оно без глютена. Артизаналь. То есть делают местные производители. Французское. На основе кокосового молока. И, по-моему, миндального молока. Или здесь оно ванильное. Вот. Дорогое, но вкусное. Можно купить в Каррифурии. У нас в Каррифурии, я сейчас покажу, попало уже. Вот. Вот такие шарики. Здесь 6 шариков. И нужно подождать 5 минут. Оно разморозится. И получается очень вкусно. И немного без лактозы, без глютена. Вот. Кто хочет и любит такое. В принципе, есть такая привычка у каждого покупать то, что мы любим. То, что мы употребляем в пищу. И, конечно же, такие обзоры, они, наверное, чем-то схожи. Может быть, 1, 2, 3 продукта. Новые. Ну, покажу. Это вот такая бумага прозрачная. Что когда не доели или что-то заморозить. В общем, удобно. Всегда покупаю хумус. Очень его люблю. Здесь с лимоном он. С корочкой лимона замаринованного. Купила себе магнезию. Магний, наверное, всегда тоже покупаю. Вот такой биосаунс. Мне нравится. Это новые. Саша у нас остается на продленку. Поэтому я ему даю. Здесь вот такие, как бы, печенья. На базе гречки. Здесь много клетчатки. Без всяких колорантов. И здесь минус 46 сахара. И также я ему покупаю вот такие пюрешки. Без сахара. Вот. Даю. Соки перестала покупать. Даю маленькие бутылочки. Вот один компот, одно печенье. И все. Как раз ему наполнит. Вот такая резка итальянская. Она мне нравится тем, что она 100% итальянская. Она вкусная. И без всяких консервантов. И без глютена. Вот. Тоже очень мне нравится. У нас стала продаваться черешня. 5 с чем-то килограмм. Ягода пошла наша. Виктория. Клубника. Тоже французская. Помидорки. Зеро пестицидов. Ноль пестицидов. Франция. 2,50 стоит. Хлеб. Мой любимый. Компанер. Деревенский. Без глютена. Тесто. Саша любит вот такое. Авокадо. Здесь, по-моему, какие-то новые авокадо у нас появились. Французские. Прошли контроль. Нет. Контроль. Во Франции. Прошли 2,50. И здесь 3 вот таких маленьких авокадо. Они дорогие. Также редис. Очень любит у меня и муж, и сын. Вот. Это чай. Капсулы чайные для моей машинки. Тим. Иногда покупаю вот эти сорбер. Мне нравятся. Бореля. В основном. Или покупаем без глютена. Но мальчишки у меня, в принципе, у них нет никакой непереносимости. Они едят нормальную лапшу. И вот такие маленькие бутылочки, как я сказала. Вот такой. У меня сегодня была вот такая закупка. Вот такая у меня монотонная, скучная жизнь. Вздохнуть некогда. Думают, что вот все. На самом деле все бегом. Бегом, 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 бегом. Но самое главное, чтобы быт был в радость. Ну, каждому свое, конечно. Понимаете, я вот, например, когда прихожу, приношу все эти фрукты, овощи или что-то. Я не оставляю никогда на потом. Мне нужно все это сразу убрать. Я снимаю упаковку, мою. И вот по моим красивым фарфоровым чашечкам. И в холодильник. Так что как-то вот так. Сейчас на переработку. В холодильник. И дальше займемся делами. Спасибо всем, кто поддерживает бутик. За ваши покупки. За ваше общение. Общение это просто бесценно. Я вчера нашла очень классную книгу. И не устояла, купила. Давно в моей коллекции. Нет, обманываю. Помните, я вам показывала. Всегда беру книги на рынке. А это книга йога. Кукбук. То есть здесь йога и рецепты. И вот автор. 108 рецептов. Вообще книга стоила 30 евро. За нее заплатила намного меньше. И книга очень красивая. Очень качественная. И очень интересная. Самое главное и полезная. Салат. Депеш. С персиками. И со свежими травами. Все, что нужно есть, употреблять для здоровья. В общем, интересные очень рецепты. Книга красочная. Очень красочная. И здесь рассказывается, какие рецепты для завтрака, ужина, обеда. Очень, как вам сказать, красиво сделана. Эстетически оформлена книга. Нурир лёкор амиди. Кормить тело в обед. И тут еще тоже вот все по-философски связано с йогой. Молодая мама. Упражнения. Самые простые. Молодая мама, которая вот на самом деле занимается йогой. Книга классная. Вы просите меня рассказывать, показывать я вам. Поэтому я с удовольствием делюсь. Ну, давайте, наверное, сегодня не по посуде, а вот по декору. А уже завтра сделаю про посуду, потому что много накопилось посуды красивой. Посмотрите, какой вазон. У меня такие маленькие есть, но большого я никогда не встречала в отличном состоянии. Посмотрите. Он новый. Жаль, что нет двух. Но ничего, один уже классно. Такой размер. И на улицу, скорее всего, я не буду его выносить. Потому что если холодно, вот зимой они раскалываются. Посмотрим, может быть, на террасу. А вообще можно использовать под какие-то большие букеты. Можно использовать под еловые ветки зимой. Или вообще под что-то сухоцветы. Смотреться это будет просто классно. Вот даже рядом с камином это будет смотреться замечательно. Так что я довольна, очень сильно довольна и рада вот такой шикарной находке. Что еще? Посмотрите, какая классная стильная коробочка. В подарок это просто замечательно. Вы скажете, может быть, некоторые прошлые века. Я скажу, что классика, она... Она вечно. Вот. Вот такая подарочная коробочка. Здесь идет блокнот, ручка в зеленом цвете. И это Ван Гог. Ван Гог, если я не ошибаюсь, да. Вот. И вот такой блокнот, записная книжка. По-французски это называется репертуар. То есть вы можете записывать телефон и адреса и так далее. В общем, классная вещь, мне кажется, на подарок. Ну, не все у нас, не всегда у вас у нас в телефоне. Я вот, например, адреса своих клиентов в бутике люблю записывать. Мне всегда это приятно. В общем, вот такая классная, мне кажется, находка. Что еще? Ну, репродукции картины – это мое. И посмотрите, две, какие мне попались. Интересные. Камера не передает. Но они очень красивые, видите. Пытаюсь, чтобы свет хорошо падал. Здесь еще как будто внутри, как кроклюр такой. Не передает камера. Деревянная рамка, очень красивая, такая благородная, новый. И вторая репродукция, вот посмотрите, это букет цветов. То есть они смотрятся великолепно на темном фоне. Очень красиво. Очень-очень красиво. Вот такие две. Если кого-то заинтересовали, то обязательно пишите. Они будут в моем бутике. И вот такая вещь, когда-то у меня была с Парижем. По-моему, в бестро было. Она нашла свою новую хозяйку. Это делают артизаналь. То есть это ручная фабриказио артизаналь францезе. Вот, видите, роспись такая. Тоже ее можно использовать по-разному. Как подставочку, как картину. Тоже классная такая. Очень мне нравятся вот такие вазуны, букет состаренный. Вот такие цветы. Такая тоже новая совершенно. Всегда покупаю, когда вижу. У нее такая поверхность, шершавая. Роспись. Классная, по-моему. Такая вот красота. На этом, наверное, закончу, мои хорошие. Буду собираться, пойду искать сына из школы. Надеюсь, что такое видео вам понравилось. И встретимся уже, надеюсь, завтра в новом видео. Много красивой посуды. Очень красивой. Пока-пока.